Всем привет! С вами есть смартфона Xiaomi Redmi Note 10s против Xiaomi Redmi Note 10s в белом цвете. Минимальная версия на 6 гигабайт оперативной памяти. Обычный Note 10 в зеленом цвете, минимальная версия на 4 гигабайта оперативной памяти. В этом заключается их первое отличие. Ну и конечно, по стоимости Note 10s будет немножко дороже. При этом, что отличается оперативная память, тут 6, тут 4, не отличается встроенная память. И там и там по 64 гигабайта встроенной памяти. По внешнему виду они не отличаются вообще никак, только цветом. Одинаковый блок камеры, одинаковое полностью расположение элементов управления. То есть отличаться они будут только уже начинкой. Слот у них не отличается. Две наносим карточки, микро SD карточки, полноценные слоты, не комбинированные. Так, хорошо, давайте теперь откроем, точнее включим смартфоны. Зажал кнопки включения одновременно. На Note 10 почему-то отклик был раньше, не знаю почему так. И теперь ожидаем загрузки и смотрим дальше, чем будут отличаться данные смартфоны. Отличие пока что, да только вот версиями. Тут 6 гигабайт оперативки, в минимальной версии тут 4. Note 10 загрузился быстрее, но примерно так же загружается и Note 10s. Хорошо, давайте откроем настройки, посмотрим на версии операционных систем. Meio Global, тут 12.5.9, тут 12.0.10, Android 11, то есть более новая прошивка стоит на Note 10s. Закрываем. Перейдем в санитические тесты. По дисплеям отличий нет. Тут AMOLED Full HD, матрица 60 Гц, что там, что там 409 pp, 2300 на 1080 точек, диагональ дисплея 6,43 дюйма. Так, откроем Geekbench 5. Вот, и по процессору. Вот тут уже есть отличия. У обычного Note 10 у нас процессор Snapdragon 678, 8-ми ядерный 4, 6, плюс 2, 7, 2, 2, 2 ГГц, тактово-чистого. Тут железо от MediaTek, MT67, 85, 2, и 2, 0,5 ГГц, 6, плюс 2. Видеоускоритель Mali-J76, тут Adreno 612. Смотрим на результаты данных тестов, теста процессора Geekbench 5, одноядерный и мультиядерный тест, немножко выигрывает Note 10s. И видеоускоритель. Тут по видеоускорителю огромное преимущество у Note 10s в данном тесте. Смотрим Antutu Benchmark. Смотрим, Antutu Benchmark 342, 324 тысячи, тут 230 тысяч. Тут более явное преимущество именно у Note 10s. По рейтингу он вроде даже, да, почти, да, почти попадает в топ 100 самых производительных устройств. Тут видим, что, конечно, далеко не хватает. Тут почти хватает. Так, закрываем. Хорошо, Antutu Benchmark. Давайте теперь перейдем в сравнение тяжелой игрушки PubMobile. Так, нужно ее сначала загрузить на Note 10, и потом продолжим. Так, откроем одновременно PUBG. Ну вот, все, прогрузил я везде, везде зарегистрировался. На Note 10 просто было, не было регистрации. Так что там бы загрузка была бы намного дольше. И теперь смотрим, как по факту будет загрузка игры. Вот я одновременно запустил, будет ли разница в PUBG Mobile. В пользу какого-то из устройств. Напомню, что все бенчмарки Note 10s выиграл значительно. По игрушке видим, что загрузилась она примерно одинаково. PUBG Mobile тяжелая игрушка. Так, и давайте посмотрим по графике, как будет работать сама игра. Настройки графика. Настройки графика. Видим на Note 10s он сверху. Графика идет на более высоком уровне. На один уровень лучше. Высокая-высокая, тут максимум-максимум. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на камеры этих устройств в сравнении. Сможете оценить качество. Снимки выведу на экран. У Xiaomi Redmi Note 10 чуть получше камера. Основная камера 64, 8, 2, 2, 2 мегапикселя. У Note 10s у обычного Note 10. 48, 8, 2, 2, 2. То есть основной блок камеры чуть похуже. Выведу снимки на экран. Сможете оценить качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Байл. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok